Я никогда не проигрываю. Я либо побеждаю, либо учусь. Нельсон Мандала. Я бы хотел с вами рассмотреть историю одного молодого человека, который смог оправиться после неудачи. Неудача — это всегда болезненна. Она может лишить нас смелости и сил. Неудачи могут разочаровать и принести стыд, но они также могут стать отправной точкой для возрождения, стимулом попробовать снова и преуспеть. История, которую я говорил, записана в Библии, в 13 главе книги «Деяния». Тут мы читаем про церковь Антиохии в Сирии. Церковь яркую, динамическую, растущую и развивающуюся в служении. Дух Святой сказал пастору церкви, «Отделите мне Варнаву и Савла, на дело к которому я призвал их». Савл и Варнава отправились в путешествие, в котором они исполняли свою миссию и евангелизировали. Когда они собирались в путь, они взяли с собой некоего молодого человека, Иоанн, также называемого Марком. Возможно, они заметили его в группе молодежи и увидели, что он любит Иисуса, увидели в нем, пока не раскрытый, но большой потенциал, поверили в него. Они взяли с собой его в качестве помощника, как написано в тексте, и ученика. Можно представить, как он был очень доволен, что его заметили, такие великие люди сделали частью своего служения. И вот их приключение начинается. Они сели на корабль, плывущий на Кипр. Эта территория была знакома молодому человеку, так как там жил Варнава, который был его дядей. Дальше мы читаем, что служители захотели идти дальше в незнакомые земли через Анатолийское плато, современная Турция. Средняя Азия того времени была покрыта римскими дорогами, которые наметили им путь к новым горизонтам. Иоанн был полон энтузиазма. Он был готов отправиться в путь, нести вещи, помогать, участвовать. Но в какой-то момент что-то случилось. Писание не говорит нам, что это было. Мы не знаем деталей. Но немного дальше, в 13 главе, 13 стихе, мы читаем, что Иоанн отделился от них и вернулся в Иерусалим. Ах, какое разочарование! Какие этому были причины? Ему было слишком трудно, путешествие было слишком долгим. Он боялся, сомневался в своем призвании. Мы не знаем, мы можем только представить себе, что эта миссия обострила внутреннюю борьбу. Видится ли, каждое призвание проходит через проверку и испытания. Потому что Господь желает, чтобы у нас были крепкие и глубокие корни, чтобы наши убеждения были основаны на призвании, которые мы получили. У каждого из нас есть свое призвание. Нам нужно быть крепкими, чтобы не поколебаться при первом же порыве ветра, при первых трудностях. Итак, Иоанн ушел. Прошло время. Апостолы вернулись и снова собираются покинуть Антиохию и отправиться в Пуц. Варнава предлагает снова взять с собой Иоанна. В 14 главе Деяний, с 36 по 40 стихи, Писание рассказывает, что произошло затруднение между Павлом и Варнавою. Павел не был согласен брать с собой этого молодого человека, который оставил их в первом путешествии. В то время, как его дядя Варнава хотел взять его, чтобы дать ему второй шанс. Скажите, вы были бы рады, если бы вам дали второй шанс? Конечно же, да. Для нас очень важно получить второй шанс в жизни. Еще важнее дать такую возможность детям или молодым людям. Варнава, который любит своего племянника и идет на конфронтацию с Павлом, который кажется более суровым. Он не хотел брать с собой Иоанна, потому что не верил в него. С того момента они разделились. Варнава с Марком пошли одним путем, а Павел пошел другим. И больше мы не встречаем упоминаний об Иоанне, называемом Марком. Мы можем спросить, что же стало с этим молодым человеком, которому не хватило смелости и который подвел апостолам. Писание нам дает очень интересный ответ. Послушайте, это первое послание Петра, 5 глава, 13 стих. «Приветствует вас избранное, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк сыной». Это апостол Петр, видевший Иисуса, объединивший христиан по всей Римской империи, страдающий за Христа. У него есть помощник, которого зовут Марк, и которого он любит как сына, и который известен и любим христианами. Он больше не находится в Иерусалиме, он оправился от первой неудачи. Он восстановился и отправился на служение с другим апостолом. Поэтому Петр почитает его за своего сына. Тем более, именно Петр мог хорошо понимать того, кто однажды потерпел неудачу. Ведь именно Петр отрекся от Христа три раза, но был восстановлен любовью и силой Иисуса. Он снова исполнился смелости и уверенности и пошел по пути своего служения и призвания в следовании за Иисусом. Петр понимал этого юношу. И поэтому Марк, который также пережил неудачу, мог быть принят своим духовным отцом Петром. Это было истинное перерождение. Господь восстановил его. Посмотрите, Евангелие от Марка было написано пером этого молодого человека, также послания были написаны Марком под диктовку Петра. Какой потрясающий результат! Какое ободрение и вдохновение для того, кто однажды упал, но сейчас Бог его так использует. А что же Павел? Интересно, что и Павел сам упоминает о Марке. Павел в тюрьме. Конец его близок, потому что он уже в Риме. Там он пишет много писем, среди которых и послание к Колоссанам, где мы можем прочитать эти несколько слов. «Приветствует вас, Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его». Это послание к Колоссанам, 4 глава, 10 стих. Еще одно письмо из тюрьмы. Послание Филимону, 24 стих. «Приветствую тебя и по фраз, узник, вместе со мною, ради Христа Иисуса, а также Марк, сотрудники мои». Второе послание Тимофею, 4 глава, 9 стих. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию. Один Лука со мною. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он нужен мне для служения». Ах, какие слова! Тот же самый апостол Павел, который не хотел брать снова этого Марка в то давнее путешествие, сейчас, в конце своего служения и своей жизни, нуждается в Марке и желает его служения и присутствия. И он призывает Марка, который, несомненно, вырос духовно за прошедшее время. Вы тоже можете оправиться от неудачи, сможете восстановиться, потому что Господь дает вам второй шанс и третий шанс. Он дает нам возможности, чтобы мы росли и взрослели, чтобы мы окрепли и смогли пройти новые жизненные испытания, чтобы мы стали людьми нужными. И полезными. Удивительно видеть, что Варнава верил в Марка. Петр взял его под свое крыло, наставлял его, а потом, наконец, он примирился с Павлом, или, вернее, Павел примирился с ним и сказал, что нуждается в нем. Удивительно, какую чудесную школу он прошел. школу восстановления, школу служения, школу призвания. А вы можете прочитать эту историю в подробностях в Писании, в книге деяний. А вы пишете вашу историю хождения с Господом. Как Марк смог написать свою, так и вы пишете свою историю с Иисусом, со Святым Духом, с Господней помощью. И поэтому вы будете успешны в жизни, которую предназначил для вас Бог. Да благословит вас Господь, и спасибо за то, что были сегодня с нами. Увидимся в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин